Песня 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 Много горя, много нужды на белом свете, много горя и нужды таких, которые не исцелимы силами человеческими. Для исцеления этих нужд необходимы силы сверхчеловеческие, силы божественные и благодарение Господу есть на Руси святой угодники Божии. Есть великие молитвенники за нас перед Богом, всегда готовые прийти на помощь каждому горю, каждой нужде и всякому несчастью. Песня Вот завет, который дает всем нам блаженная Ксения. Песня 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 Пишет вам грешная Олевтина. Хочу сообщить, что внучка моя Ксюша после молебна о здравии в часовне святой Ксении Петербургской чувствует себя лучше. Лепесток розы, который я получила от вас, я поместила в пузырёк с растительным маслом. И этим освященным маслицем смазываю лоб и больной живот внучки. Спасибо вам за внучку. И прошу ещё помолиться за здоровье моей восьмилетней внучки Ксении, чтобы она росла здоровым ребёнком, душой и телом. Дай вам Бог здоровья! С любовью о Господе, раба Божья Олевтина, город Краснокамск, Пермской области, 1 апреля 1999 года. Здравствуйте, многоуважаемый настоятель, отец Виктор Московский и все служители Смоленской церкви. Получила от вас письмо и всё, что я просила. Молитву ко Святой Матери Ксении Блаженной и лепестки роз с могилки её. Спасибо вас, Господи, и дай вам Бог здоровья. Об этом прошу Господа Бога утром и вечером. Я ведь была прикована к постели целый год. Не могла становиться на левую ногу, и рука была совершенно неподвижна. А вы даже отслужили молебен на здоровье моё, Анны Болящей. Спаси вас, Господи, ещё раз. Помнить вас буду и кланяюсь вам в ноги. Пока жива, не забуду вас за такие дела ваши, Божьи. До свидания. Анна Степановна. Город Липецк. А я чё, в Крестине, козырь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Смоленское кладбище Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 И смотрю во рту, говорит, как песок у меня. Посмотрела, рана затянулась. Буквально за 2 часа. А не заживала месяц, а то я точно не помню, но месяц это точно не заживала рана. И что, говорит, вот интересное, что мне вот так вот очень запечатлело, что она сама врач. То есть для меня, говорит, делали все возможное. Я, говорит, сама врач, все мои подруги все делали, не могли не понять, почему со мной вот эта боль. И почему так быстро, вот они все тоже поняли, что это чудо. Потому что моментально, после того, как я помазала с маслицем, вот поспала 2 часа, успокоилась боль, и сразу вот у меня рана затянулась. И поэтому, говорит, я не могу прийти в себя от такого чуда. И вот, говорит, я сейчас чувствую, что я начинаю приходить к Вере, и прихожу все время сюда, и не могу уйти от этой часовинки. Молодая, незамужняя девушка, лет 28 ей. Уважаемый батюшка, я писала вам в ноябре, что в свои 26 лет все еще не была замужем. Я действительно перепробовала все варианты возможных знакомств, все способы найти одного единственного. Я попросила вас помолиться обо мне, святой блаженной Ксении Петербургской. Через полтора месяца, после того, как я отослала письмо, мне приснилась моя свадьба с летчиком. И вечером того же дня я познакомилась с военным летчиком и поняла, что это матушка Ксения мне его послала. Именно такого, какой мне и нужен. 8 мая мы поженились, в этот же день обвенчались в храме Симеона Столпника, что на Поварской в Москве. А месяц назад у нас родилась дочка. Когда она вырастет, то обязательно будет знать, кого я всю жизнь буду благодарить за то, что сбылось мое сокровенное желание стать нежной женой и матерью. С низким к вам, батюшка, поклоном и вечной благодарностью святой Ксении, раба Божия Ксения, город Москве. Я крещённая 25 лет мне было, то есть 20 с лишним лет назад. А воцерковилась гораздо позже, совсем недавно. И так случилось, что, воцерковившись, у меня такое ощущение, меня встретила Ксения Блаженная, наша покровительница нашего города. Я люблю эту святую Блаженную за то, что она любит нас так сильно, что мы и не можем себе представить. Люблю её за то, что она приходит на помощь. Я знаю это по собственному опыту и знаю по опыту моих сестер и братьев по церкви, что она реально присутствует, что она реально помогает. И я убедилась на этом неоднократно. Когда особенно теряешь веру, теряешь надежду, люди не могут помочь. То приходишь сюда и оживаешь. И чувствуешь её, её дыхание, её любовь, её молитвы. Мне отрадно видеть, как люди тянутся к ней в надежде, с верой. И уходят отсюда совсем иные, чем пришли. Какое великое благо, что в нашем городе есть такая заступница, я её так и зову, наша мать и заступница пред Господом Ксения Блаженная. Ксения Блаженная, Ксения Блаженная, Ксений Блаженная, 보 Тебе, мои пл Sheba's сердце возращён, Бог, родне, Бог, Субтитры подогнали Симон. 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 Неожиданная смерть. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 поможет мне в преодолении испытаний, выпавших мне за мои грехи. Попросите обо мне, матушку Ксению, чтобы она помолилась о прощении мне моих грехов, чтобы исправить мою судьбу, чтобы сохранилась моя работа, чтобы дочь моя поступила в институт, и было бы на что ее учить, и мужа ей хорошего, и деток здоровых. Прошу матушку Ксению помолиться за сохранение квартиры, и чтобы матушка Ксения молитвами своими попросила бы и мне хорошего мужа. И прошу и мне выслать лепестки роз с гробницы матушки Ксении. Благодарна заранее, спаси вас Бог. Имя мое Валентина, город Братск. Наш приход получает очень много писем из разных уголков нашего Отечества и за рубежа с просьбой помолиться святой угоднице Божией Ксении Петербургской. В письмах мы читаем много трудностей, болезней, недугов, которыми страдают люди. И вот они просят, чтобы мы совершали молебны в Часовне Ксении Блаженной, по возможности выслали маслице святого, песочку освященного. И мы стараемся удовлетворять эти пожелания. В конвертах высылаем ответное письмо и омачиваем лепесток розы в святом елее, находящемся на гробнице святой Ксении Петербургской. Этот лепесток, смоченный елеем, отправляем вместе с письмом по адресу. И получаем много благодарений от молящихся в ответных письмах. В этих письмах мы читаем те чудеса, которые совершаются по молитве Ксении Блаженной над болящими и недугающими людьми. И на сегодняшний день мы имеем достаточно много писем с чудесами, которые совершились молитвами Ксении Блаженной. Вот один из пример этих чудес. Письмо, обращенное к отцу-настоятелю нашего храма в протерею Виктору Московскому. Отец Виктор получил ваше письмо с лепестком розы и капелькой маслицы из гробнички святой Ксении. Я лежала в больнице. Была тяжелая операция. Операция. Я еще лежала в реанимации. Когда прочитала письмо, помолилась святой Ксении. Масла у меня еще не было. Я приложила ваше письмо с лепестком розы на больное место. И впервые ночью боли отступили. Я спала без уколов снотворных. На следующий день муж принес мне вазеленого масла и туда я положила лепесток розы с маслицем из гробницы блаженной Ксении. А вечером и в последующие дни смазывала около больных мест этим маслом. И боль отступила. Вскоре меня выписали домой. И я еще очень слабая пошла в храм, причастила святых христовых тайн. И сегодня первый день вышла на улицу. Отец Виктор, если у вас будет возможность отслужить молебен за нас грешных, еще раз буду о вас Богом молить о здравии и подписи. Подвиг юродства во Христе тяжелый. Может быть, самый тяжелый путь служения Богу. Этот крест дается немногим. Без помощи Божией его не вынести. По одной из версий, благословение на подвиг она получила от умирающего мужа. Будто бы за час до смерти больному вернулось сознание. Он потребовал священника, исповедовался, приобщился святых тайн и, подозвав жену, благословил ее, сказав, служи Господу Богу нашему, славь все благое имя его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok в 1935 году без церковного покаяния. А в те годы в Александроневской обители был монах, в пострижении которого принимала участие сама императрица Елизавета Петровна. И был этим монахом 36-летний Феодор Ушаков, бывший сержант Преображенского полка, дядя будущего непобедимого адмирала Ушакова. Принятие монашеского пострига привело его вот какое событие. Во время обычного шумного собрания гвардейцев-товарищей в самый разгар веселья один из юношей, бывший до того совершенно здоров и весел, внезапно упал замертво. Увидев умершего без покаяния товарища, Ушаков, словно очнувшись от обаяния и мирских соблазнов, вдруг увидел непрочность того, что люди называют счастьем. Тотча же решился юноша оставить все, воинский чин, карьеру, друзей, родителей и всю красоту мира. Императрица милостиво позволила сбыться его устремлением оставить воинскую службу и стать монахом. В короткое время у отца Феодора образовался круг духовных чад, число которых входили и люди близкие ко двору, в том числе и певчие. И никак нельзя исключить вероятность знакомства Андрея Феодоровича Петрова и монаха Феодора Ушакова. И вполне возможно, что Ксения Григорьевна, лишившись мужа, получила благословение на подвиг юродства во Христе от своего духовного отца, коим вполне мог быть отец Феодор, ныне прославленный церковью святой преподобный Феодор Санаксарский. 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 Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш предлюдьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Сказано в пятой главе Евангелия от Матфея. Так говорил Господь наш Иисус Христос апостолам. С первых дней христианства и вплоть до нашего времени многие и многие идут за Христом и находят то блаженство, которое потерял человек в раю. Таковы были апостолы, святители, мученики, исповедники, преподобные, бессребренники. Таковы же были и так называемые блаженные или Христа ради юродивые. Они юроды Христа ради, сказал про них апостол Павел, терпят и голод, и жажду, и наготу, и побои, и скитаются и трудятся, работая своими руками. Злословят ли нас? Мы благословляем. Гонят нас? Мы терпим. Хулят нас? Мы молим. Мы как ссор для мира, как прах всеми попираем и доныне. именем юродивых обыкновенно называют людей, которые не только отказываются от всех удобств и благ жизни земной, но и принимают на себя вид человека как бы безумного. Юродивые не только терпят, но и сознательно идут сами на всевозможные унижения и оскорбления, воздавая за все теплую молитвою. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И идут они на эти унижения не потому, чтобы других хотели навести на грех, а потому, что этим они хотят распять в себе мать всех пороков людских, гордость житейскую. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Господь дает каждому крест по его силам. И, конечно, крест подвижничества, крест юродства Христа ради, тяжелый жизненный крест. Но каждому крест дается по силам. Господь говорит, кто хочет идти за мной, пусть возьмет крест свой и за мной идет. И каждый угодник Божий, будь то мученик, преподобный, святитель или юродивый Христа ради, нес свой крест, определенный ему Господом. И великий подвиг каждого из них состоит в том, что они не противились воле Божией, а принимали его, не задумываясь над тем, не выбирая, что полегче, не задумываясь над тем, как это трудно и тяжело по-человечески. Они шли тем путем, который указывал им Господь. И очень важно, что в любом подвиге, который несет христианин, первично смирение. Вот это высокое смирение, странное сочетание, высокое, смирение. Но это именно так. Смирение перед Богом, нищета духовная, основа всех христианских добродетелей, была в высочайшей степени присуща Святой Блаженной Ксении. Именно это и позволило ей нести подвиг юродства Христа ради, нести не только тяготы физические, холод, зной, жажду и голод переносить, но и гонения. Ведь хотя ее любили люди, просили ее помочь, но были и другие примеры. Мы знаем, что кто-то насмехался над ней, кто-то гнал ее, кто-то даже обращался к врачам с просьбой освидетельствовать ее, чтобы она не раздавала свое имущество, признать ее душевно больным человеком. Мы знаем, что есть данные медицинской экспертизы о том, что она была совершенно здорова. Это был именно сознательный подвиг, подвиг во имя Христово, подвиг любви. Ибо, начав с любви к мужу в своем подвиге, можно сказать, что это было первым побудительным толчком к принятию подвига, она в высокой степени посвятила свою жизнь молитве ради любви к Богу и ближним людям, которые к ней обращались. Этот подвиг был ей по плечу, потому что силы давал ей Господь. Пример житья Святой Блаженной Ксении укрепляет нас в несении нашего жизненного креста, помогает нам не унывать в любых скорбях, трудностях, печалях, обстояниях, помогает нам укрепляться в вере, любви и смирении. моего зятя Костю арестовали в день его рождения, в 26 лет, прямо на работе, обманным путем, потом обвинили в убийстве, а он не виноват, а они насилием вытребовали из него признание вины. Мы наняли адвоката, но Костю все время прятали, переводили из района в район. Мы писали жалобы, но все было как о глухую стену. Дочка, внучки, а у них три девочки, все постились, я много молилась, и Костина мать молилась. Парень он хороший, скромный, трудолюбивый, верующий, они с дочкой венчаны, детки все крещеные, девочки умненькие, красивые, очень любят папу, горевали о нем как взрослые и молились. И вот Господь послал нам маленькую книжечку о Ксении Петербургской. Я, когда ее прочитала, сразу поняла, что святая Ксенюшка поможет, написала вам письмо, не зная точного адреса, но надеялась. Дочка тоже начала ей молиться. Я заказала молебен Ксении Петербургской в нашем храме Архангела Михаила. И вот через неделю нашего Костю отпустили домой. Помолитесь и вы о нас, Батюшка. Спаси вас, Господи. Оренбургская область, село Николаевка, раба Божия, Клавдия. СОБАБОЛЬНОЕ. 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 ПЕСНЯ Поехала моя сестра из Бреста и сказала, что ей в Бресте сказали, что надо обратиться к Ксении Бажиной, потому что у другой моей сестры муж тяжело болен после Чернобыля заболевания крови. Мы все старались ему помочь, но он абсолютно неверующий человек, он так как-то случайно, можно сказать, окрестился, потому что мы шли в церковь. И с тех пор он не исповедовался, не причащался. Но наступил момент, когда ему врачи сказали, что он умрет, поживет недели две, может быть, три. Заболевание крови настолько сильно было, что стали разлагаться органы, ему поставили цирроз печени. Причем он был вскрыт хирургами, и его просто зашили и выписали умирать. Это было в феврале, вот в этом феврале будет три года. Моя старшая сестра была крестная, вот этого Анатолия, и поэтому она в какой-то момент посчитала своим долгом, что надо ей приехать к Ксении Бажиной. Мы приехали вместе и пришли сюда. Вот мы подошли сюда, было воскресенье, было поздно, и никого не было, людей, часовня была закрыта. И вдруг нам навстречу вышла какая-то женщина, потому что мы не знали, что делать, мы не знали, с какой стороны подойти, как поставить свечу. И мы ей все это объяснили. Она сказала, что у нее есть свеча, и она сказала, что у нее случайно есть эта маслица, которую она нам подарит. Она вместе с нами молилась. Тогда впервые моя сестра, член Президиума Суда, стояла на коленях и просила. И мы все стояли на этом месте на коленях, поэтому, когда я прихожу, я стараюсь найти это место, потому что оно для меня сейчас святое. Анатолий Болин, он не исцелился совсем, и я думаю, что это потому, что он сам лично так не попросил, может быть. Но он до сих пор жив, до сих пор он работал, замначальника строительного треста, водит автомобиль, содержит свою семью, учит своих дочерей и взрослых. И он полноценный отец и семьянин. Месяц назад ему дважды откачивали жидкость с живота. Вы знаете, что это такое? Это состояние, когда после этого, как правило, умирают через 2-3 недели. Ну вот уже скоро будет 3 года. Вчера я звонила, мама сказала, что он пошел в гараж, занимается своими делами. И я думаю, что он жив, потому что мы все за него молимся. И я думаю, что он приедет и придет сюда, и что он еще будет жить долго. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У меня лично нет никаких сомнений, что Ксения Блаженная помогает всем просящим. У меня есть соседка, с которой мы все приехали из Риги, несколько семей. И в августе месяце прошлого года она пришла ко мне и сказала, что она ложится на операцию на песочной. Она очень сильно плакала. И что ей назначена операция, ей показали таких больных, что ей будет удалена вся грудь, лимфатические узлы в любом случае. Она оплатила за пребывание в больнице за полтора месяца деньги. И операция уже назначена. Я предложила ей пойти к Ксении Блаженной, но она сказала, что отстань от меня. И вообще, Люд, ну ты, пожалуйста, со своим богом ко мне не приставай. Это были ее слова. Но через несколько дней она мне позвонила и сказала, что мне доктор, а у нее сахарный диабет, доктор, который готовит ее к операции, сказала, что давай я тебя свожу. И тогда она объяснила ей, что меня есть кому проводить. И позвонила и сказала, что мы пойдем. И вот мы с Анечкой привели ее сюда. Это человек, который никогда не исповедовался, не причащался. А вот тогда, когда мы пришли сюда, она отстояла службу так, как все. А когда батюшка сказал, что пусть Ксения Блаженная даст вам по вашей просьбе, моя надежда Ивановна упала на колени и очень долго в таком положении находилась. Это был четверг. Во вторник ее прооперировали. После операции она открыла глаза. И как она объясняла, что ей казалось, что она не могла понять, на земле она или на небе. И без столько было вокруг нее глаз светящихся от счастья. Вся клиника, все больные. Все были поражены тем, что еще до операции профессор сказал, что ее состояние улучшилось. А когда надрезали просто грудь, то опухоль настолько локализовалась, что ей была сделана операция, которую делают только девочкам 14-15 лет, а ей 60 лет. В пятницу она уже была дома. Во вторник прооперированная женщина, у которой было оплачено полтора месяца пребывания в больнице реабилитации, как самое минимально необходимое время реабилитации. В пятницу она была дома и звонила мне по телефону. Я сказала, Надя, я к тебе приеду, мне просто некогда. Она говорит, да я дома, приходи. И я к ней пришла. Через неделю она уехала в Минск в гости. И сейчас она себя чувствует очень хорошо. Единственное, что я должна сказать, что накануне операции и она, ее супруг, попросили меня проводить их в храм Владимирской Божьей Матери, иконы Владимирской Божьей Матери, чтобы исповедоваться и причаститься. И таким образом уже на операцию она пошла, когда за нее многие молились. И она, конечно, молилась очень. И ее супруг, очень известный человек, очень уважаемый всеми, очень молился за нее. И сейчас она мне сказала тогда, Люда, ну я-то знаю, кто меня вылечил. Поэтому слава Господу, слава, что у нас есть в земле российской такие святые, как Синья Блаженная. И слава Богу, что сюда идет так много людей. Мы выбрали понедельник, что будет мало народу, и что нам будет более свободно. Но вот слава Богу, что людей много и сегодня, и каждый день. Спасибо, Господи. Синья Блаженная Настоятель Смоленской Церкви Очень вам благодарна за ваши молитвы ко Господу Иисусу Христу и к Блаженной Ксении Петербургской. Учусь я в техникуме заочно. Никак мне не могли заверить дневник по преддипломной практике на предприятии, где я ее приходила, потому что руководитель практики долго болела. И, наконец, решился этот вопрос. По вашим молитвам руководитель практики вышла с больничного, заверила мне дневник, и я спокойно поехала на сессию. Сейчас я заболела. Вот уже две недели, как я болею, а мне надо сдать пять экзаменов. Очень прошу отслужить молебень Ксении Петербургской и в своих молитвах помянуть болящих и скорбящих – Ирину, Нину и Ангелину. С уважением к вам, Ангелина. Я вам вот коротенько хочу рассказать об одном чудесном рисунке, который был сделан при жизни Ксении Блаженной. Но потом, естественно, он пришел в ветхость, и когда уже появилась фотография, он был перефотографирован. И попал этот рисунок к одному батюшке, который служил в Кельсинке. Он был когда-то белым офицером, а потом пришел, значит, к вере. Уже это совершенно новая история, поэтому о ней мы рассказывать не будем. У него была духовная чада, которая жила в Кронштадте. Этот рисунок по преданию и по рассказам батюшки и вот этой духовной чады, которые оба уже, к сожалению, отошли ко Господу, подарен ей был не больше, не меньше, как самим батюшкой Анном Кронштадтским. Но, опять-таки, как бы никаких таких письменных подтверждений нету. Это все только словесное. Каким образом этот рисунок попал сюда? Муж мой по делам. Издательство был в Кельсинке. И там он, значит, пришел к знакомому батюшке, который служил вот в этой самой церкви. И его познакомили с отцом-настоятелем, вот отцом Михаилом, которому принадлежал этот рисунок, переданный рабой Божией по наследству своему духовному отцу. И когда мой муж, значит, взглянул на этот рисунок, он сказал, это же Ксения Блаженная. Значит, с этого рисунка мы сделали ксерокс. И вот тут вот я была на этом же послушании, я показывала его людям, которые подходили ко мне и спрашивали, кто это. Вот. И подошел один раб Божий, Евгений. Он поместил этот рисуночек в газетке своей. Такая газеточка у них выходила, называется Ксенинград. И был у них один художник, который Успенским постом благословился, постился и решил с этого рисунка написать портрет. Этот портрет они написали. И с этим портретом, значит, вот я расскажу тогда все-таки одну историю, которую можно назвать чудесной. Значит, одна подошла ко мне, раба Божия, и увидев этот портрет, она буквально побледнела. И говорит, откуда это у вас? Она говорит, так ведь вот это же Ксения Блаженная. Я говорю, ну да, это Ксения Блаженная. И она мне рассказала, говорит, когда-то я, говорит, была человеком абсолютно неверующим. И вот, говорит, произошло со мной большое горе. Кто-то посоветовал ей приехать к Часовне Ксении Блаженной. Она была иногородная. Она говорит, да я не знаю, как там и делать-то что. Да говорит, ты поезжай, Ксения Блаженная очень всем нам помогает. И вот она приехала. А приехала, это было дело зимой, она приехала к четырем часам. Часовенку уже закрыли. И она говорит, да мне только записочку подать. А ей, говорит, ну вы знаете, закрыто уже. Села она вот там вот на эти камешки и сидит очень грустная. И вдруг, говорит, кто-то мне говорит, ты чего такая грустная-то? Я, говорит, поднимаю глаза. Ко мне подходит женщина весьма странного вида, очень странно одетая, высокая. Вот эта, говорит, которая у вас вот здесь, на этом рисунке, да. И говорит, так ты не печалься, я твою записку прочитаю. Она, говорит, взяла эту записку. И я, говорит, когда подняла глаза, ее уже не было. И с тех пор, говорит, я уверовала, каждый год приезжаю, молюсь Ксении Блаженной. Господь очень подал великое утешение по молитвам Ксении Блаженной. И, в общем, в принципе, конечно, таких случаев очень много. И все они покоятся в нашей библиотеке на улице Камской, дом 20. Потому что все, кто хочет, чтобы люди знали о том, что действительно по вере нашей Господь нам помогает. Просто вера наша очень маленькая и ничтожная. Поэтому кажется, что мы вот пришли в церковь и должны получить все сразу. Этого не бывает. Не всегда даже то, что мы просим, полезно для души нашей. Поэтому Господь, может быть, и не слышит. А вообще, конечно, все вот дается по вере. Человек верующий, православный, хорошо знает, что в его жизни чудо совершается каждый день. Чудо сопровождает жизнь православного человека, укрепляя его веру. Но вера при этом первична. И если некоторые люди ищут чудес, говоря о том, что вот они уверуют, если увидят чудеса, то это, как правило, путь ложный. Мы знаем, что святой апостол Фома не уверовал, пока не вложил перста свои в язвы, в крестные язвы Господа Иисуса Христа. Но это был случай уникальный в истории. Ибо Господь говорит, ты поверил, потому что увидел меня, блажены невидевшие и уверовавшие. И вот эти слова относятся к каждому из нас непосредственно. Вера первична. Человек верующий, обращающийся за молитвенной помощью к святым угодникам Божьим, к святой блаженной Ксении Петербургской, обязательно получает эту помощь. Мы видим это на множестве примеров тех чудес, которые совершаются и с паломниками, приезжающими в часовню святой блаженной Ксении, чтобы помолиться здесь, и присылающие нам свои письма, небольшая часть из которых здесь, в Иерусалиме. Каждому человеку чудеса открываются в самые неожиданные моменты его жизни, как правило, в скорбях. И вот эти люди, обращающиеся за молитвенной помощью к святой блаженной Ксении, присылают нам и благодарственные письма. Приезжают, просят нас, священнослужителей, храма Смоленской иконы Божьей Матери, часовни святой блаженной Ксении, помолиться, принеся благодарение Господу, святой блаженной Ксении, за молитвенное предстательство перед престолом Божьим. Субтитры создавал DimaTorzok